Всем добрый день! Девочки, сегодня вашему вниманию я хочу представить вот такие бантики. Посмотрите, маленькие бантики-малышки. Они очень маленькие. Диаметр у них, сейчас я вам покажу, какой. 6 сантиметров. Вот такие бантики. Бантики-малышки. Я их так называю. Вот два бантика. А вот это того меньше. Это диаметр 4. Посмотрите, маленький-маленький бантик. Такой хороший. Это атласная лента. 2,5 сантиметра сиреневого цвета в горух. И вот такой получился бантик. Следующий вот такая заколочка. Посмотрите, какая заколочка. Я долго думала, что лучше сделать, как лучше сделать. И вот пришла к выводу, мне почему-то захотелось вот так сделать. То есть, значит, первый цветочек из 5 лепестков, нижний из 6 лепестков, потом два больших лепесточка. Я их вот так перевернула. Ну вот, чтобы, знаете, как бы по сути и смотрелось, как заколочка. Заколочка. Вот этот бантик, как заколочка смотрелось. Вот так я сделала. Ну, это я серединку сделала следующему цветку. Вот такие лепесточки канзаши. Серединка такая будет. И вот, наконец, вот, девочки, что я сделала. Да, без цветков цветы это такая зараза, я вам так скажу, мои хорошие. Ну, зараза в хорошем смысле слова. Вот. Но никак нельзя отвязаться. И вот я сегодня с утра проснулась и думаю, мне надо собрать розу. Я собирала раньше, когда делала бантики, собирала тоже розу. Вот. Значит, ну, попробовала. Цвет захотела именно такой. Нравится мне такой цвет. Вот. Цвет зелени. Такой молодой зелени, сочной зелени. И вот я решила сделать. Значит, как она правильно собирается? Я вырезала сначала 7 лепестков. Это самый нижний ряд. 7. Затем 6 лепестков. Затем 5 лепестков. И последние я вырезала лепесточки. Они уже самые маленькие. Если те были размером 4х5, то здесь размер был 3х5. Но уже вот эти 5 я делила пополам. То есть вот они, лепесточки, видите, маленькие. Ну и думала, что же мне в серединку сделать? Ну вот захотела так сделать. Вырезала фоамиранчик, единичку. И вот так прикрепила. Вот такой бантик получился. Он на резиночке. Вот. Все чистенько. Но еще вот где применила листочки. Видите? Тоже листочки применила. Вот. Не смогла тоже. Вот эти листочки, девочки, честно скажу, я сделала из-за золона. У меня не было такого цвета фоамиранчика. Сделала из-за золончика. Сделала такие прожилочки. То есть, знаете, хорошо как-то, скажем так, в запасе. Есть и обрезки, есть и материал. Есть. Садишься делать и уже знаешь, что вот. Посмотрите, розы вся чистая. То есть, сразу вам хочу сказать, чтобы вот эти лепестки хорошо все, ну, обработать нужно обязательно, чтобы зажигалочка была хорошая. Или свечка. Понимаете? Вот свечка иногда, она черный дымок создает, и вот это вот может все испачкаться. Поэтому зажигалочку очень хорошенькую, чтобы пламя было небольшое. И вот когда вы край обрабатываете этого лепесточка, да, уже слегка его вот так загибаете. И тогда получается розочка хорошая. Посмотрите, она на самом деле хорошая. Посмотрите, она вся чистенькая, вся, ни к чему нельзя придраться, мои хорошие. Вот. Вот что я вам сегодня хотела показать. Вот если, наверное, розу мы будем с вами делать мастер-класс. Наверняка многие захотят делать розу из ленты. Смотрится она хорошо. Я хочу сделать черную такую розу, но с красивыми листочками. Дальше хочу сделать красную розу и желтую. Прям вот такую розу сделать тоже хочу. Ну, а бантик, насчет бантика надо подумать. Потому что, знаете, если... Вот я не люблю вот эту ширину бантиков, честно вам скажу. Я не очень люблю вот это. Мне это не очень нравится. Но я так спешила, как бы сделал такой бантик. Вот. Посмотрите, чистенькая роза. Очень. Ничего вот не могу сказать. Мне, когда не нравится, я говорю, что не нравится. А когда нравится, вот такую хочу розу сделать. Но здесь жестковато вот это. Вот это нормально еще по качеству. Жестко, но нормально. Но когда совсем сильно крахмально, с добавкой чего-то. Вот. Вот такая роза будет смотреться отлично. Шампань, вообще шампань, есть шампань. И в азолоне, и в фоамиране всегда смотрится. Ну, вот такой. То есть, девочки, я буду пробовать. Буду вам показывать. Обязательно сделаю мастер-класс вам, чтобы вы посмотрели. Потому что, а, еще я, знаете, какую белую хочу. Белую. Как же я пропущу белую. И сделаю белый банк, роза. Вы знаете, школьного образца такого. Мне кажется, будет хорошо. Ну, вот почему-то начала именно с такого. Нравится мне. Вот эту серединку, ее можно любой сделать. Можно, знаете, что сделать? Тычинки обыкновенные. Вот тычинки будут тоже смотреться очень замечательно в цветке. Вот, мои хорошие. Так, я жду ваших комментариев, мои хорошие. Пишите. Кому что неясно, спрашивайте. Работайте с наслаждением. Получайте от этого удовольствие, девочки. Вы знаете, как интересно. Вот жизнь сразу делается другой. Поверьте мне. Во-первых, знаете, ну, скажем так, домашние дела никто не отменял. И поэтому все это, наоборот, делается быстрее. Понимаете? Пока мясо готовится на борщ, вы сделали одно, потом другое. Потом все оставили, пошли, все до конца сготовили. Радостные события, все сделаны дела. Значит, садитесь, продолжайте дальше. Но, вы знаете, у меня какая еще манера есть. Я включаю видео, чтобы поднять себе настроение. То есть у меня все готовится. Какие-то красивые места живописные на земле. Я, значит, обязательно смотрю какую-то красоту, какие-то красивые цветы, какие-то красивые места живописные на земле. Ну, вот, знаете, поднимаю себе настроение. Потом, раз, включу тоже для настроения. Мне очень нравится, я вам уже говорила, канал. Канал необыкновенной женщины, которая живет в Америке. Это армянская семья. Мама пятерых детей. Вы знаете, люблю эту семью. Люблю вообще смысл их жизни. Вот, вижу, как они воспитывают детей. И поэтому, чтобы поднять свое настроение, я смотрю этот канал. Именно тогда, когда что-то делают. А потом сажусь и ухожу вся в работу. Единственное, может быть, у меня включен телевизор. Я смотрю какой-то фильм, какую-то передачу. Половину слышу, половину не слышу, потому что я в своих мыслях. Ну, это, понимаете, это жизнь. Ну, а жить скучно, я не знаю, девочки. Я вообще считаю, что надо чем-то заниматься. Но, посмотрите, какая красота. Вот красота, согласитесь, мои хорошие. Разве не красиво? Красиво. Вот. Ну, в общем, вот, мои хорошие. Вот, что я сегодня вам хотела рассказать, показать. Вот. Так что сейчас вот так поставлю. Вот, след за всегда смотрится красиво. Вот. Вот так. Вот еще вам малышку маленькую показываю. Вот она какая малышка. Малышка. Прям очень хорошие. Для маленькой-маленькой девочки. И вот эти тоже. Такие же малышки. Все. Буду с вами прощаться. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Берегите себя, своих родных и близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова